Те, кто давно не заходил в налоговую, теперь просто не узнают отремонтированное здание. 21 окно в двух операционных залах готово принять до 1500 человек в день. Для удобства клиентов, максимум доступной информации и вежливые консультанты, готовые в любой момент прийти на помощь. Гости осмотрели помещение, плотно пообщались с посетителями и сотрудниками. Программа, которую мы подписали с Федеральной налоговой службой, как раз и предполагает введение единого стандарта. И самое главное, за стандартом, за внешним убранством следует качество предоставления услуг. Понятно, что в 21 веке все больше и больше жителей могут пользоваться электронным способом коммуникации, но все-таки сюда приходит порядка тысячи-полторы человек каждый день, и все должно соответствовать самым высоким стандартам. Возможности Одинцовской инспекции значительно расширились, но в идеале просторные залы должны пустовать. Уже сегодня до 90% вопросов налогоплательщик может решать дистанционно. На сайте налоговой действует 42 электронных сервиса. Еще больше возможностей открывает электронный личный кабинет. Подмосковье стремится к тому, чтобы формализовать все отношения с налогоплательщиками, сделать корпоративный стиль и минимизировать контакт налогоплательщиков с налоговым инспектором. На учете в инспекции 30 тысяч фирм и индивидуальных предпринимателей, почти 400 тысяч физлиц. Одинцовский район самый крупный в области по налоговым и неналоговым поступлениям. За 8 месяцев года более 25 миллиардов рублей. Активно ведется работа и с теми, кто от уплаты налогов пытается уходить. Глава занимается тем, что возвращает бюджет то, что положено, и благодаря этой кооперации. Около миллиарда вот такое партнерство с ФНС дает налогов, которые годами не изымались. Вот это совершенно конкретная работа. На эти деньги уже, соответственно, мы асфальтируем улицы, приводим в порядок дворы и занимаемся ремонтом поликлиники больниц. Поэтому это стратегически важная работа для каждого муниципалитета. Кстати, Одинцовский район стал первым в области, где свою ситуацию с налогами можно уточнить не только в инспекции, но и в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.